Доброе утро, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас на сегодняшней встрече и сразу хочу обратить ваше внимание на наши контактные данные, то есть наш электронный адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты, почта исполнителя и адрес сайта. Если вам по какой-то причине оказалось, например, время проведения неудобно или вы не смогли досмотреть до конца, то через некоторое время записи вебинаров мы выкладываем на сайте. Так что милости просим вас посетить наш сайт, посмотреть. Возможно, вы найдете для себя еще какие-то интересные материалы. Так что будем рады. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И вы можете задавать вопросы, которые у вас возникнут, например, по ходу нашей встречи, любым удобным для вас способом. В этом случае мы сможем вам ответить более подробно, уже применительно к вашей конкретной ситуации. Ну и, соответственно, поскольку мы будем не лимитированы по времени, то и более подробно. Сегодняшняя наша встреча посвящена распознаванию документов с помощью мобильного приложения. Программа нашего вебинара, вы видите сейчас ее на экране. Она у нас, собственно говоря, сегодня будет с такого, ну, как бы обзор небольшой возможности такого сервиса. И немножко мы с вами будем переключаться на демо-базу. И некоторые вещи будем смотреть, так сказать, вживую. Я сейчас переключусь на демо-базу. Вот. И будем вживую смотреть, как, например, выполнить настройки для того, чтобы пользоваться этим блоком. Ну и, соответственно, некоторые другие моменты, где находятся, как запустить, как подключиться. Ну, такие вот практически более материалы. А нормативную информацию мы с вами будем смотреть на слайдах. Я сейчас переключилась на слайды. Будем смотреть на слайдах. Ну и, соответственно, теоретическую базу будем разбирать по слайдикам. Итак, что такое вообще этот сервис? Откуда им можно пользоваться? То есть компьютер, ноутбук, с мобильного, с планшета? Ну, то есть, что для этого будет требоваться. И как это сейчас стыкуется с 1С? На самом деле, идея о том, чтобы не вбивать руками сведения программы 1С, а загружать уже, допустим, из отсканированных документов, витает давно. Многие крупные, в общем-то, и франчайзи, и фирмы-разработчики программного обеспечения занимаются этим уже, ну, практически, наверное, больше 10 лет. Например, фирмы в СОЛу занимаются распознаванием документов с 2012 года. Так это точно. Ну и, в общем-то, в каком месте мы находимся с вами сейчас с этим вопросом? Поскольку сейчас очень сильно развивается электронный документооборот, очень сильно развивается, собственно, обмен данными между разными конфигурациями, то, естественно, и этот вопрос тоже не стоял в сторонке. По нему тоже были достаточно серьезные изменения. Сейчас мы с вами вот так переключимся. То есть, один из распознаваний первичных документов – это новое решение 1С. То есть, в этом случае оно берет на себя распознавание документов, оно ведь берет на себя загрузку документов, ну, то есть, сопоставление справочников, информации и так далее. Здесь очень важным моментом является то, что такая работа, то есть, распознавание первичных документов происходит без использования сторонних сервисов. То есть, мы с вами в привычном 1С-овском интерфейсе и, собственно говоря, не отвлекаемся на переключение между всякими другими приложениями. Сейчас этот сервис как бы выполнен для конфигурации бухгалтерия, ERP, управления холдингом. Ну, в нашем случае, поскольку мы с вами говорим про ERP, вы видите, выделено у меня жирным шрифтом. Ну, управление холдингом – это вообще самая крупная конфигурация для больших предприятий. Для более скромных – это, в общем-то, то, что идет комплексная автоматизация управления нашей фирмой и розница. То есть, в общем-то, торговля – это на самый такой режим, при котором наибольшее количество документов поступает. Поэтому, собственно, и розница сюда включена. Если первоначальные попытки распознавания документов и, собственно говоря, сделано, то, что было сделано другими компаниями, имеют некоторые особенности. Давайте вот с вами посмотрим, что конкретно имеется в виду, как работать распознаванием первичных документов. То есть, сам по себе сервис работает либо со сканокопиями, либо с фотографиями. Ну, и подготавливает их, соответственно, для того, чтобы вводить в рабочую базу. То есть, соответственно, распознает тип документов, там сопоставляет данные со справочником и так далее. То есть, ряд функций вы видите на экране. То есть, это распознавание, собственно говоря, элементов справочников. То есть, поставщики, покупатели, товары. И сопоставляет их с объектами в информационной базе пользователя. Если, например, чем-то отличаются записи в информационной базе вашей, то в этом случае будут подбираться наиболее похожие варианты. И запрашиваться поддержка пользователя, подтвердить или проигнорировать, или исправить, соответственно, подобранные варианты. И если вы что-то заменили, то этот сервис будет запоминать ту замену, которую вы произвели. И, соответственно, в следующий раз будет уже выбираться правильный вариант автоматически. Кроме этого, очень удобный функционал, что будет проверяться правильность данных, которые введены в документ. То есть, будет проверяться по формулам корректного заполнения таблиц. Вот это очень важный функционал, потому что, если, например, вы вводите счет-фактуру, а там именно ваш партнер неправильно рассчитал данные, то, естественно, в этом случае у вас будет подсветка тех мест, на которые требуется обратить внимание. То есть, еще и визуальный эффект. И создание новой номенклатуры, ну, соответственно, по информации, которая введена в документах. Еще один момент, это, конечно, мелочь, но, тем не менее, приятная. То есть, после распознавания документа, сканированного, например, к созданному элементу, будет прикрепляться сама сканокопия. То есть, например, если создается какой-то новый элемент с номенклатурой, то к нему будет прикреплена сканокопия. Или, если будет введен новый контрагент какой-то, то, соответственно, тоже. И, если какая-то операция целиком вводится, то, соответственно, к ней может быть прикреплен комплект документов, которые отражают эту операцию. Ну, и если встречаются некоторые неизвестные системе документов, то, соответственно, будет и запоминаться, и распознаваться такие операции. Собственно говоря, этот сервис приспособлен для мобильности, для мобильного варианта передачи данных. Потому что все первоначально существовавшие решения на эту тему были основаны на том, что, во-первых, нужно приобрести хороший сканер, поточный. Во-вторых, соответственно, это должны быть определенные модели, которые сами по себе достаточно дорогие. И, соответственно, некрупные предприятия, например, средний бизнес, такие себе уже позволить не мог. Потому что с учетом стоимости оборудования, с учетом стоимости настройки, это все выходило в достаточно серьезные цифры от 500 тысяч и выше. Поэтому создание вот такого приложения очень, ну, во-первых, комфортное, а во-вторых, в общем-то, оно достаточно серьезно набирает популярность и экономит, на самом деле, достаточно много денег. Потому что если раньше требовалось держать несколько человек, например, бухгалтеров или приемщиков, ну, то есть в зависимости от того, какая организация и какой документ оборот, соответственно, требовалось держать 2-3 человека именно на обработке первичных документов. Сейчас можно сократить достаточно сильно количество работников и оставить ток работника, который будет заниматься, например, тем, что снимать скрепочки из документов, которые требуются внести в сканер для распознавания. То есть, естественно, в общем-то, это особенно, когда идет отчетность какая-то, когда подготовка большого количества документов требуется. То есть, это, естественно, ситуация, когда у многих бухгалтеров, особенно у главных бухгалтеров, текут слюнки на такое приложение. Каким образом сейчас реализовано вот в этом сервисе один из распознаваний первичных документов, работа именно уже вот с первичными документами? То есть, что у нас происходит? Значит, первоначально можно представить вот в виде такой линейки, то есть сначала мы сканируем документ или фотографируем, соответственно, получаем копию этого документа в электронном формате. После чего отсканированную копию мы запускаем программу по распознаванию. И после того, как у нас документ, программа распознавания обработала, то мы уже создаем документы в 1С. Если, например, у вас встречаются новые позиции в справочниках или вы нашли какие-то неточности, то, соответственно, это корректируется. И, в принципе, дальнейшая работа похожа на загрузку справочников, например, по клиент-банку. То есть распознаются контрагенты. Если какие-то там неточности встретились, то они корректируются. Если это новый контрагент, то он создается заново. То есть, в принципе, процесс уже конкретной загрузки в 1С достаточно отработан на других сервисах. Когда у нас документы отсканированы и распознаны, что у нас возникает? Ой, я не только промахнулась вот так. Соответственно, когда документ распознается, он сопоставляется с объектом в информационной базе. Если, соответственно, проверяются цифровые показатели, то есть корректность формул по таблице, и если записи, например, в информационной базе немного отличаются от опознанных документов, то, во-первых, подбирается наиболее такой похожий вариант. Если, соответственно, номенклатура поставщика отличается от номенклатуры покупателя, то сервис запомнит выбор пользователя. Но здесь, обратите внимание, вот на что. То есть при работе, особенно с программами, которые позволяют распознавать документы, вылезут все косяки, которые были у вас при создании, например, номенклатурной карточки. То есть если что-то у вас не будет заполнено, какие-то сведения будут внесены или не внесены в программу, например, потому что поторопились, и потому что надо было быстрее и быстрее, то вот на этом этапе оно все вылезет, вам придется ручками корректировать все неточности, которые программа при распознавании документа обнаружит. А при этом в программе реализована посветка, что, в общем-то, очень удобно, потому что если особенно документ многострочный, то практически нереально вручную отследить, где возникли какие-то сложности, потому что работник, который работает с документами, тоже не может на память знать всю номенклатуру, особенно если это большой список. И, соответственно, создать новую карточку, если встретилась какая-то позиция, например, товарная, которой раньше у вас не было. То есть, соответственно, создать электронную новую позицию гораздо комфортнее и быстрее, и меньше ошибок при этом получится. То есть, это функция, которая примерно похожа на проверку контрагента. То есть, сверяются все данные, потом заполняются сведениями из открытых источников. Здесь та же самая история. То есть, подсветка позволяет обратить внимание на конкретные ошибки или невреденные данные и их, собственно говоря, устранить. То, что при этом не надо заботиться о том, как дополнительно прикрепить, например, к карточке номенклатуры, как к ней дополнительно прикрепить скан документа, который мы получили. Это тоже удобная функция, потому что, согласитесь, после того, как вы все распознали, нужно вернуться в карточку, прикрепить к ней совершенно конкретный файл, то есть записать его сначала куда-то, чтобы был общий ресурс хранения. А потом загрузить в программу. То есть, это неудобно. И еще один момент. То есть, это компоновка по похожести операций, по виду хозяйственных операций. Ну и, соответственно, вот после того, как мы посмотрели, насколько это удобно, давайте посмотрим, как это реализовано в программе. То есть, что нам нужно, с чего нам нужно начинать и так далее. А, значит, поскольку мы с вами смотрели, что сервис распознавания первичных документов реализован уже достаточно во многих конфигурациях, мы сейчас с вами будем говорить про ERP, но мы с вами при этом помним, что интерфейс, допустим, для ввода или для каких-то активации блоков, у ERP, например, и бухгалтерии немножко разные. Если мы с вами говорим про ERP, то начало работы с распознаваемыми документами у нас выглядит так. То есть, в меню продажи, так же, как в меню закупки, существуют дополнительные сервисы. То есть, вот мы с вами видим интерфейс сервиса. У меня взяли мы продажи. И здесь есть сервис загрузить документы из сканов или из фото. Так, давайте сейчас я переключусь на демо-версию. Вот, и мы с вами берем меню продажи. И берем меню продажи. Вот у нас здесь есть подраздел сервисов. Вот у нас сервис загрузить документы из сканов. Точно такой же блок у нас есть в меню закупки. Вот, видите, у нас набор сервисов и загрузить документы из сканов. Но чтобы начать работать с этими документами, нам все равно с вами нужно сделать первоначальную настройку. Первоначальная настройка, как, в общем-то, и большинство дополнительных функций, которые требуют активации. Вот у нас с вами есть инсы и администрирование раздел. И интересует нас с вами блок администрирования. И раздел печатной формы и отчеты и обработки. Если мы с вами сюда заходим, то вы видите, у нас здесь есть раздел распознавания документов. И по гиперссылочкам мы можем перейти и вот, например, заполнить дальше то, что нам требуется. Ну, то есть мы ставим флажок, что использовать распознавание документов. В этом случае у нас активируется дополнительная опция. И дальше мы заполняем уже здесь информацию, которая, во-первых, нам нужна, а, во-вторых, собственно говоря, ну, то есть тот сервис, который требуется. И какая информация при заполнении документов будет важна? Ну, соответственно, у меня стоит сохранять автоматически. И при сохранении соответствия мы можем определить, помочь системе определить нужный вариант. То есть видите, вот эти подсказочки нам здесь очень удобны. Особенно, в принципе, такой вариант подсказок удобен, когда вы начинаете работать с каким-то разделом, с которым раньше не работали. То есть этими подсказочками и чекбоксами вы помогаете себе не ошибиться. И настройка обработки документов. То есть это распознавание и цветовое, скажем так, решение по отражению самого процесса. Вот автоматическое удаление. Вот здесь вот, будьте аккуратны, потому что автоматическое удаление, видите, у меня сейчас проставлен здесь сложок, удалять обработанный и помеченный на удаление. Вот здесь вот это не всегда стоит делать, потому что... Вот так сейчас чуть-чуть подвинемся ниже. Вот. То есть нужно определиться, во-первых, сколько вам необходимо времени для того, чтобы документы просмотреть, проверить. И, во-вторых, стоит ли вам их совсем удалять или не стоит. Ну, то есть вы здесь вот выбираете вариант, который вам подходит для ваших реалий. Снова мы сейчас с вами вернемся к нашим сканам. И еще один момент, так сказать, юридическое оформление использования этого сервиса. Как вы помните, у нас есть подписка, при наличии которой доступны автоматически разные сервисы. Если у вас подписка ИТС-ПРОФ, то большинство из сервисов, которые в этой подписке указаны, вы можете использовать бесплатно. Если у вас подписка ИТС-ТЕХНО, то часть этих функций, в общем-то, будет платна, но достаточно дружественные цены. То есть, например, сервис проверка контрагентов у нас будет стоить порядка 4800 рублей за год. Если мы поделим на 12 месяцев, то получится вполне себе дружественная цифра. Также обстоят дела и с этим сервисом. То есть, когда мы начинаем с ним работать, или, например, вы захотели посмотреть, использовать в тестовом режиме его, то у вас выскочит вот такое предупреждение. Подключение сервиса 1С, распознавание и так далее. Собственно говоря, бесплатно. Вы можете попробовать его в режиме, когда у вас сдается 250 страниц для тестирования. И в этом случае это будет бесплатное подключение. Соответственно, для того, чтобы это сделать, достаточно просто вот по ссылочкам перейти. И в этом случае никаких особо сложных настроек дополнительно вам делать будет не надо. Сейчас мы с вами снова вернемся в нашу демо-базу. И отсюда я перехожу в раздел продажи и вот просто пытаюсь запустить этот сервис. То есть, у меня, соответственно, получается вот такой интерфейс. И здесь у меня возможность выбирать, ну, то есть, соответственно, добавить распознавание. И вот вы видите у меня цветовые решения для определенных ситуаций. Ну, то есть, для распознавания, нераспознанные, то есть, в работе, которая сейчас находится. Те, которые с ошибкой высвечены и так далее. Я сейчас этот сервис запускать здесь не буду, потому что эта демо-база, она у нас, собственно говоря, к таким сервисам подключения закрыта, потому что данные, которые в ней содержатся, в общем, виртуальные в большинстве случаев. Снова мы с вами возвращаемся к нашим слайдикам. И после того, как мы приняли для себя решение, что мы хотим бесплатно попробовать, или мы уже посмотрели, попробовали, и нас все устраивает, мы готовы использовать этот сервис. После этого, значит, нужно определиться, в каком ценовом диапазоне нас устраивает. То есть, как мы помним, бесплатно у нас дается тестовый вариант 250 страниц, а, значит, дальше нам будет стоить, например, распознавание первичных документов порядка 100 страниц будет стоить нам 600 рублей в год. Это если мы приобретаем, ну, новую, допустим, версию, или хотим вот запустить этот сервис. То есть, вы видите, что цены колеблятся от 600 рублей в год до 40 тысяч, когда распознавание, количество документов распознавания, которых запущено, порядка 10 тысяч. И плюс есть, естественно, специальные варианты, которые нужно рассчитывать индивидуально, то есть, собственно говоря, обращаться к франчайзерским фирмам и так далее. На большинстве сайтов возможность купить этот сервис очень простая. Достаточно нажать кнопочку «Купить». И дальше, как в кино, любой каприз за ваши деньги. То есть, что вы хотите, то и вы приобретаете. Естественно, цена, которая вот здесь указана, по которой сейчас продается этот сервис, уже в разы не идет в сравнение с тем, что продавалось, например, 5 лет назад, потому что тогда стоимость такого сервиса исчислялась уже от 300 тысяч и выше. Это не считая оборотований, не считая программного обеспечения на те же сканеры, ну, то есть на все периферийные устройства и программы. С 1 февраля 2022 года могут использовать вот этот сервис и пользователи, которые работают с фреш-версиями, а в этом случае, значит, мы работаем с тарифами базовый и проф, спец и корп. В эти тарифы без дополнительной оплаты изначально уже включены возможности работать с базовым, допустим, фрешем 30 страниц в год. То есть, согласитесь, это вообще полуспящая фирма, если 30 страниц в год нужно. И 250 страниц в год, это вот то, что мы уже с вами посмотрели, для ERP тоже действующее, так сказать, ценовое предложение. Соответственно, для того, чтобы это использовать, нужно, чтобы вы были зарегистрированы на портале 1С, то есть, чтобы у вас была подписка 1С. В этом случае пакет нам будет доступен в течение года, так же, как и другие сервисы. И мы можем, допустим, если у нас есть уже действующая программа и действующая подписка ЭТС, мы можем дополнительно в личном кабинете на портале 1С запустить себе бесплатный сервис. Но здесь обратите внимание на то, что такой бонусный период, однократный. То есть, мы можем только один раз активировать его и будет действовать он год. Но после этого повторный бесплатный период запустить уже не получится. После того, как мы решили административные проблемы, то есть, выяснили, что мы хотим, на какой срок, за какую стоимость, ну, то есть, более подробно проанализировали этот сервис, посмотрели, что нам нужно. Я напомню, мы уже немножечко туда, так сказать, шагнули. Нам нужно активировать возможность работы с этим сервисом. Происходит это через блок НСИ и администрирования, и подраздел администрирования, печатные формы, отчеты и обработки. То есть, это мы уже с вами смотрели, я это уже показывала. Но все равно мы сейчас еще раз туда переключимся. Значит, в этом разделе НСИ и администрирования нас интересуют вот такие вот подробности. То есть, это распознавание документов, по которым нам требуется... Значит, вот мы с вами снова вернулись в НСИ, выбираем печатные формы и обработки, снова попадаем в вот наши сервисы. И мы с вами настройки документов вот смотрели. Сейчас мы с вами перейдем к задаче для распознавания, как это выглядит. То есть, получается, что вот эта часть экрана, вот эта табличная часть, это у нас сами документы, которые требуют распознавания. То есть, видите, достаточно несложные. То есть, мы выбираем сюда либо сканокопии, либо файлы. Если у нас, например, сканер отсканировал нужные документы и сложил какой-то общий ресурс, например, там папочку, то будет выглядеть вот таким образом наш интерфейс. А еще раз снова возвращаемся в НСИ и администрирование. Вот так вот. И мы можем настроить, кроме того, что мы работаем с компьютером и со стационарным оборудованием, работу с мобильного приложения. Потому что, соответственно, если это, например, какой-то удаленный склад или, как большинство некрупных предприятий, работает это, ну, например, закупка каких-то товаров или материалов. В этом случае мобильное приложение, ну, естественно, очень удобно. И в качестве сканера можно использовать и мобильные телефоны. При активации работы с этим блоком, то, соответственно, нужно уточнить вот такую информацию. И обратите внимание, у нас есть с вами еще приложение 1С сканер документов. То есть в этом случае на телефон требуется установить вот такое еще приложение 1С сканер документов. Сама по себе установка 1С сканер документов, она, в принципе, не сложная. Не требует обычного вмешивания СИС админа. И здесь достаточно отсканировать QR-код и по этому коду перейти в магазин приложений. Вот вы видите, как бы, расшифровка, что требуется делать. Установить 1С сканер, если вы используете мобильные средства, то есть телефон, там, планшет, еще что-то такое. И в этом случае вы скачиваете дополнительный сервис 1С сканер документов. И вы можете отправлять его на распознавание. То есть на самом деле получается очень удобный блок. И практически вот именно наличие сканера, то есть наличие возможности работать с мобильными телефонами, в общем-то, нивелирует некоторые неудобства, которые имеются в других разделах этого сервиса. То есть в этом случае мы можем с мобильного телефона договориться, например, либо с контрагентами, либо там с другими какими-то нашими, например, нашими сотрудниками из удаленных каких-то подразделений. О том, что будет прямо в программу загружаться информация, которую они нам присылают. Ну и плюс, естественно, то, что это можно всегда отключить. То есть если, например, данный конкретный сервис перестал нас интересовать, или на конкретный телефон вот именно этого работника было подключено, это можно всегда вернуть обратно. И еще, так, это мы сейчас закроем, это нам нужно, мы уже посмотрели, и обзор распознавания документов. Вот здесь у нас с вами, ну, больше, так сказать, рекомендации. То есть, естественно, программа сама себя хвалит, как это все удобно, как это все замечательно, что мы получим при использовании этого сервиса, как это выглядит, когда мы, собственно говоря, ну, живыми документами работаем. Ну, естественно, при таком формате организации, работы с документооборотами, это экономит, ну, очень много времени и практически заменяет двух-трех работников. Это как бы по минимальным прикидкам. Значит, после того, как мы с вами через инсы и администрирование, через печатные формы отчета и обработки, скажем так, выполнили нужные настройки и активировали функции работы с распознаванием документов, мы с вами можем приступать уже к практическим действиям по конкретно этим операциям. Как я уже говорила, и в меню продажи, и в меню закупки у нас есть возможность активировать эту функцию, то есть загрузить документы из сканов и в продажах, и в закупках. Ну, вот мы сейчас с вами в продажах, я просто могу вот активировать и перейти уже к конкретным действиям, то есть конкретной работе с документами. Снова возвращаемся в наши первоначальные слайдики. И здесь, ну, вот сейчас это на слайдике то, что мы с вами только что видели, то есть это журнал распознаваемых документов и, собственно говоря, вот панель, на которой отражается статус документа. То есть загружено на распознавание, допустим, с ошибкой и так далее. Чаще всего работа с такими документами у нас возникает в качестве, точнее в периоде, когда есть необходимость подготовить отчетность. То есть в этом случае к конкретным датам, то есть когда отчетность должна быть сформирована, у нас должны быть внесены все документы. И, соответственно, чаще всего к этому моменту подбирают все документы, которые не были сданы в свое время на бухгалтерию, и подотчетники, и какие-то другие, ну, скажем так, экстренные случаи, которые сопровождаются документами. Ну, например, доставка осуществлена, а документы пришли позже, например, по железной дороге, железнодорожной накладной или что-то еще. То есть у бухгалтерии возникает необходимость в пожарном порядке и очень быстро ввести документы. То есть в этом случае, конечно, распознавание документов очень сильно помогает. Но здесь нужно иметь в виду еще один момент. Сейчас мы с вами снова переключимся в нашу демо, в нашу демку, и посмотрим еще несколько других моментов. То есть в меню продажи, как мы с вами посмотрели, у нас есть загрузить фотоэсканов. В меню закупки собственно абсолютно точно такая же возможность. И выгрузка товаров в ТЗТ это немножко другой формат. Это считываем с того, что у нас хранится информацию с этикеток, с упаковок и так далее. И интересует нас еще кроме вот этого сервиса возможность, ну, собственно говоря, работать с другими документами, которые мы в этом году, с этого года уже должны формировать в электронном виде. Я имею в виду, что я хотела бы обратить ваше внимание на работу с электронными перевозочными документами, то есть если мы сейчас всю информацию можем получать в электронном виде, то, соответственно, и отгрузочные документы, например, УПД, счета, фактуры и так далее, требуют электронного формата обмена документами, то мы можем использовать распознавание документа и эти данные загружать в 1С. К слову говоря, работа со счетами-фактурами из УПД – это первые документы, которые начали работать при загрузке и распознавании документов. если мы с вами переходим, например, в меню «Главное», то, соответственно, здесь у нас мы можем работу и с электронными документами и, собственно говоря, задачи, которые связаны, которые можно назначать каждому сотруднику, в том числе по распознаванию документов, можно вводить и в этих разделах. Но здесь нужно иметь в виду, что на самом деле при работе с электронными документами, с распознаванием электронных документов, с распознаванием документов, извините, не электронных, но перевод их в электронный вид, чаще всего требуется изменение технологической цепочки. То есть чаще всего требуется назначение сотрудника, который будет работать с документами, которые требуются автоматически распознать и загрузить в 1С. Почему здесь нельзя автоматизировать? Потому что здесь начинают элементарных вещей, если, например, у вас установлен какой-то сканер, например, стационарный, то для того, чтобы он мог работать на большом потоке документов, эти документы нужно элементарно подготовить и загрузить в этот сканер. Если вы работаете с мобильным приложением, то есть, например, используете работу с телефоном или используете дополнительное приложение 1С сканер, то в этом случае ваша задача просто расположить его правильно перед экраном. Как посмотреть, какие у вас на данный момент сервисы подключены и какие сервисы у вас действуют до какого времени? В этом случае это вы можете сделать при первоначальном открытии программы и при открытии программы вы видите, до какого момента у вас какие настройки вам доступны. То есть, соответственно, когда вы открываете меню обновления программы, допустим, в начале, когда вы смотрите начальную страницу, у вас высвечивается информация, когда требуется обновить программу и так далее. И при этом вы можете посмотреть, до какого момента действует ваша подписка на те или иные дополнительные сервисы. Соответственно, в этом случае у вас будут высвечиваться задачи, если вы что-то назначали, например, своим сотрудникам и вы можете открыть обновление. Это каждый раз достаточно трудоемкий процесс, потому что в любом случае какие-то настройки приходится делать, то есть вносить изменения в конфигурацию стараются как можно реже, но тем не менее может быть это будет требоваться. То есть вы можете посмотреть и первоначальное заполнение и, собственно говоря, вот когда вы запускаете монитор портала, то вы видите список информации, которые у вас есть по дополнительному сервису. Это без того, что вы заходите на личный кабинет на портале ТЭС, то есть вы видите здесь те сервисы, которые вам сейчас доступны. и если вы видите, что у вас уже какой-то сервис прекращает действие, то, соответственно, нужно подумать либо про обновление программы, либо про обновление действия каких-то конкретных сервисов, которыми вы пользуетесь. то есть, если вы устанавливаете вот здесь вот при начале работы, то в этом случае вот такое информационное окно, то есть интерфейс будет запускаться при каждом открытии программы. Ну, можно, если это вам не нужно и только нервирует, проставить никогда, или при наличии новой информации. Вот здесь есть тонкость, потому что если вы поставите при наличии новой информации, то, соответственно, у вас будет возникать такая картинка, когда что-то появилось новое и практически чаще всего поезд уже ушел, что надо было сделать заранее. Поэтому рекомендуем ставить всегда тогда при открытии программы вы будете видеть заранее эту информацию и сможете принять какие-то действия для того, чтобы либо вовремя продлить подписку, либо оплатить дополнительный какой-то сервис и так далее. То есть в принципе сейчас тенденция идет к тому, что большинство операций, большинство документов переводится в электронный формат и соответственно вы должны определить какие сервисы вам в этом случае будут нужны и полезны. А сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. И я еще хотела бы обратить ваше внимание на два момента немножко выпадающие из общего контекста нашей встречи. То есть поскольку сейчас большое внимание уделяется электронным сведениям и в общем-то стало гораздо больше отчетов и налогу и статистику много добавилось отчетности то хотела обратить ваше внимание сейчас у нас действует достаточно неплохой ресурс это сайт налог налог ру и соответственно здесь даются в общем-то хорошая информация по есть по вопросам зрителей есть и просто сформированное очень актуально то есть это сведения о том что мы делаем при составлении либо каких-то отчетов либо каких-то активизации программных продуктов то есть дается как вы видите вот такой вот типа чек-листа что мы делаем что требуется сделать в административном плане и переход по ссылке как проверить то ли вы сделали или не то то есть это вот информационный ресурс который стал практически очень затребован именно уже вот в 23 году и собственно говоря когда мы с вами возвращаемся к нашим к нашей теме конкретно распознавания с мобильного приложения то здесь мы с вами должны учитывать дополнительный сервис который у нас возникает это 1С сканер то есть этот сервис позволяет документы с мобильного телефона отправлять уже соответственно вашу конфигурацию 1С и после того уже сюда попадает документ отсканированный например вашим мобильным телефоном то в этом случае распознавание документа уже достаточно комфортно происходит потому что если вы особенно перед этим создавали какие-то документы то соответствия уже запомнены то есть сервис распознавания отчетности уже запомнился изменения и допустим ошибки которые были раньше как вы их изменили поэтому в общем-то это очень комфортный получается вариант работы ну и собственно говоря поскольку в общем-то от отчетности нас никто не избавил к сожалению то сейчас у нас с вами на носу сентябрь месяц то есть это конец периода и это время требует проверки и ну скажем так подобрать все хвосты внести все недостающие документы и так далее то есть вот как раз в этом случае распознавание отчетности и 1С сканер очень хорошо вам помогут а сейчас мы с вами снова вернемся к нашей первой страничке то есть к титульному листу и я хочу напомнить информацию по поводу наших контактных данных то есть это наши электронные почты телефоны контакты телеграм и адрес нашего сайта обратите внимание что допустим вот в телеграм контактах есть чаты вот вы видите и здесь можно задать какие-то вопросы дополнительные вашим коллегам то есть так сказать по интересам получить какие-то практические рекомендации кто как выкрутился в какой сложной ситуации как решили ту или иную проблему ну и плюс напомнить что компания Кодерлайн работает абсолютно со всеми со всем спектром конфигурации и программ семейства 1С то есть мы проводим и продажи и внедрения и настройки ну то есть весь спектр работы приглашаем вас к сотрудничеству мы будем очень рады оказаться вам полезными и решить любой ваш вопрос который касается и интеграции и приноса данных и построения каких-то систем взаимодействия между различными конфигурациями а так что милости просим разрешите поблагодарить вас за время которое вы нам уделили разрешите поблагодарить вас за интерес который вы проявили к нашему мероприятию и на этом нашу встречу заканчиваем будем ждать вопросы если они у вас возникли будем рады оказать любую помощь всего доброго хорошего дня до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...